Что такое невроз? Невроз – это когда у вас есть психическая привычка, которая мешает вам жить. Привычка бояться, привычка раздражаться, привычка расстраиваться, и плюс всякие разные зависимости, которые тоже являются привычками. Там просто разные механизмы, но все это вредные привычки. Был ли когда-нибудь у вас невроз? У меня был невроз. Я в каких-то книжках, я всю свою жизнь описал в книжках. У меня была вегетососудистая дистония, это панические атаки, и у меня был невроз, связанный с глазом. У меня была металлическая стружка, попала в глаз. Он воспалился, было много операций, а после этого я стал бояться того, что мне лед попадет в глаз. В общем, глупости всякие разные. Но я знаю, что это такое. Как понять, есть ли у меня невроз? Ну, знаете, я думаю, что надо, если у вас есть очерченный симптом, ну, то есть какая-то тревога, те же самые панические атаки, это раздражительность, повышенные конкретные страхи, ну, то есть тут к бабке не ходи. Вот. Но если вы чувствуете, что качество вашей жизни, в принципе, не такое хорошее, как бы вам хотелось, считайте, что вам уже нужна психологическая, психотерапевтическая помощь. Все болезни от нервов. Так ли это? Только сифилист от любви. Вот так говорили нас всегда. И то от нервов. Знал, что не надо, но не сдержался. Для кого новый курс «Шаг за шагом», который вы сделали? Ну, на самом деле, я здесь отвечал на запрос, связанный с вот этой вот массовой дезадаптацией, которую мы все переживаем, потому что действительно есть сейчас большая потребность тому, чтобы люди могли адаптироваться к новым условиям существования, перед этим не оказываясь в ситуации такого выраженного стресса и дезадаптации. Вот. Поэтому вообще курс базово, он содержит в себе методики, которые позволяют справляться со стрессом, с негативными эмоциями. Вот. Но плюс все истории людей, которые там рассказаны, они показывают, какие внутренние причины могут лежать в состоянии таких уже невротических комплексов, которые могут быть прям диагнозами названы. Можно ли умереть от панической атаки? Так было бы прекрасно. Все люди себе представляют, как паническую атаку, что так они умрут, и так все будет, все, их будут хоронить, все будут идти плакать, и думать, боже, не доценили, не доберегли. Ну вот, ну, на самом деле, конечно, невозможно умереть от панической атаки, потому что паническая атака — это просто такая выраженная симпатоадреналовая реакция, адекватная для любого сильного стресса для животного в природе. В природе животные от такого не умирают. Людей, умерших от панической атаки, я больше того скажу, я повредничаю, я скажу больше. Чтобы вы знали, значит, проведено было исследование от Института Бехтерева, значит, измеряли людей, которые, значит, дожили до старости с паническими атаками. И выяснилось, что те, кто страдали в молодости паническими атаками, прожили дольше, чем сверстники, которые не страдали от панических атак. Потому что эти панические атаки стимулируют работу сердечно-сосудистой системы, тренируют, так сказать, и будете жить еще дольше и мучиться, если не вылечить от нее. Есть ли неврозы, которые невозможно вылечить? Нет, неврозы, в них смысл, смысл термина невроз состоит в том, что она, это излечимая история, да, вот, не вылечиваются те психические расстройства, которые имеют генетические компоненты. Это психозы, да, или органику, то есть это после, там, черепно-мозговых травм или каких-то опухолей. Значит, это, ну, как бы, лечится с огромным количеством издержек, вот, если мы говорим про неврозы, то все это функциональные расстройства, что, по сути, значит, что функция может быть исправлена. Орган не пострадал, функция пострадала, орган пока нормальный. Но иногда хочется дать, чтобы пострадал и орган, но ты держишься в руках. Что делать, если боишься идти к психотерапевту? Сложно сказать, я никогда не ходил. Психотерапевт ко мне ходит и ходит, ходит и ходит. А я что-то, я к ним ходил, но как-то не чувствовал, что я не психотерапевт в этот момент. Один совет человеку с неврозом. Один совет. Один совет такой. Значит, в беде не растеряться, вот главная задача. Значит, самое такое, как бы, неправильное, это теряться перед своим каким-то психическим недомоганием. Ну, испытываете вы тревогу, ну, испытываете вы депрессию. Да, вы можете их испытывать. Ничего в этом нет. Вы нормальный человек, и, как любой нормальный человек, имеете право на соответствующие функциональные, психические расстройства, отклонения. Немножко, чуть не то. Не теряйтесь. Ну, как бы, всегда такая наука строилась, понимаете, сколько все, с Афрейда там все пучили голову, как людям избавлять их от этого. С тех пор уже много чего придумано, все работает. Так что, в общем, совет не теряйтесь. Самый смешной невроз, который вы встречали? Ну, я не знаю. У врачей, знаете, много смешных неврозов, но их вряд ли оценит, так сказать, широкая аудитория. Вот. Но, я не знаю. Но такой забавный был невроз, например, у девушки. И у нее при приближении мужчины прямо автоматически возникало чувство тошноты. Вот. То есть, и там смешно, это было в отделении, потому что это было в клинике неврозов, у меня академика Павлова. И там, как бы, вся ирония, что она вот это постоянно шла и ускорялась, значит, чтобы, ну, там же больные ходят, ей нужно было пробегать мимо мужчин, чтобы с ними не затормозить, потому что у них возникало чувство тошноты. Вот. Ну, на самом деле, это такой компонент истероидного растворства, вот, связанный с, как бы, недостаточно организованной сексуальной сферой, если ее починить и справиться с когнитивным компонентом, мышечным компонентом и так далее, то все это нормализуется, в общем. Вот. Ну, так-то, я же понимаю, изнутри ни один невроз не смешной. Вот. Да.